Их рабочий день начинается с переуплощения. Из своей привычной формы фельдшеры переодеваются в защитные комбинезоны. Причем делать это им приходится несколько раз в день. Медицинские работники меняют средства защиты после каждого вызова. Также часто обрабатывают и спецавтомобиль. Медики признаются, в последнее время нагрузки стало в два раза больше. Страшно. Это очень страшно. Потому что сейчас, наверное, уже четвертая или пятая волна пошла до такой степени. Это все в большом количестве, болеющих в большом количестве. Да, дома мы не видим все уже с семьей практически. Да, график практически не поменялся. Все то же самое. Поменялось количество нагрузки, вызовов. А дома с пониманием относятся. Большое спасибо семье за это, что поддерживает, понимает в такую трудную минуту. Количество вызовов увеличилось за счет роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки регистрируется 1900 звонков. При том, что год назад их количество было гораздо меньше. Одна бригада теперь выезжает не на 13-15, а на 20 вызовов. Тех, чье состояние оценивается как тяжелое, везут на КТ. А после определяют при необходимости в лечебное учреждение. А это время. Чтобы все успевать, на базе Пензенской областной станции скорой медицинской помощи сейчас работают не 123, а 140 бригад. Очень много вызовов. В основном это неотложная помощь, это температура, пневмония. Мы должны уложиться в два часа. Конечно, не всегда мы в эти два часа укладываемся, где-то до трех, до пяти часов. Но сутки мы заканчиваем всегда с обслуживанием всех вызовов. Поэтому на следующие сутки у нас ничего не переходит. Мы доезжаем до всех. На помощь специалистам в колл-центр и в центр компетенции пришли студенты старших курсов медицинских учебных заведений и ординаторы. В последнем они занимаются аудиоконтролем. Обзванивают тех, кто заболел ковид. Они сообщают о том, что у пациента подтверждена новая коронавирусная инфекция. Это первое. То есть, что у человека положительный мозог. Затем человеку объясняют, как он себя должен вести в этой ситуации. То есть, обязательное соблюдение режима самоизоляции не только у пациента с подтвержденным мозгом, но и, что очень важно, с теми людьми, которые с ним проживают в одной квартире. То есть, объясняется весь механизм, весь этап самоизоляции. Также по телефону пациентов записывают на повторное тестирование, рентген или компьютерную томографию. При необходимости к пациентам на дом вызывают врача.